Новый High Screen Boost 3 с батареей, от ядерного реактора и динамиком от сабвуфера. 15 часов без перерыва, твою музыку будет слышать каждый. Задумали отовариться новыми прикольными вещичками, гаджетами и приспособлениями? На Алиэкспресс их тьма. Самые прикольные и интересные я отобрал для вас. Добро пожаловать, это 10 чумовых гаджетов на Алиэкспресс. В противовес обычным компьютерным мышкам, которыми нужно водить по столешнице или специальному коврику, китайцы создали летающую компьютерную мышь, в прямом смысле парящую над столом. Необычная компьютерная мышь умеет зависать над специальной магнитной платформой, установленной на рабочем столе. Эта необычная конструкция позволяет пользователю лечить так называемый тоннельный синдром, защемление нервов в запястье из-за долгой работы с манипулятором мышкой. Любите играть в Ассасин Крид? Хотите почувствовать себя в шкуре бесшумного убийцы? На Алиэкспресс вам помогут. Клинок Ассасина стоит 2000 рублей, подарит вам много крутых ощущений. Только смотрите, не воткните его себе в ногу. Простой гаджет, но гениальный, как мне кажется. Мы теряем флешки постоянно, а их делают все меньше и меньше. Но куда это годится? Видимо, так думают и китайские инженеры, и на этой волне создали флешку-браслет. Теперь, я думаю, не потеряете. Новые тапки с подсветкой. Отличное изобретение для всех, кто время от времени вынужден ходить по дому в темноте. Подошвы и обуви оборудованы подсветкой, которая позволяет передвигаться в темное время суток с большей уверенностью. Кроме того, тапочки оборудованы двумя датчиками. Один из них реагирует на вес человека, а другой на уровень освещенности помещения. Подсветка включается только после того, как хозяин тапочек встал на ноги. Цифровая беспроводная скакалка фитнес-компьютер. Это настоящий прорыв в спортиндустрии 21 века, не говоря уже о Китае. Она оснащена всем необходимым для эффективных тренировок и имеет встроенный таймер с автоотключением. Счетчик калорий и прыжков, индикатор динамики веса. К тому же, она в буквальном смысле беспроводная. И стоит она всего-то на Алиэкспресс 800 рублей. Flying Fuck – одна из тех игрушек, которая не предназначена для детей. Идея девайса проста. К двум миниатюрным лопастям прикреплено обычное английское слово «фак». Таким вертолетом можно управлять при помощи специального пульта. Правда, какая цель у этого гаджета, китайские производители не объяснили. Кстати, сэкономить на китайских товарах тоже можно и даже на Алиэкспресс. Кэшбэк сервис Letyshops.ru позволяет сэкономить до 23% при заказах с Алиэкспресс. Что такое кэшбэк? Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных вами в интернет-магазинах. Расширение для Google Chrome и Яндекс.Браузера с Letyshops позволяет узнать наличие кэшбэка и его размер. Установите дополнение для браузера Google Chrome и проверяйте кэшбэк прямо на странице сайта Алиэкспресс. За регистрацию на Letyshops.ru вы получаете бонус 200 рублей. А как можно получить аж двойной кэшбэк с интернет-покупок на протяжении 3 дней, смотрите в описании под видео. И все ссылочки, кстати, там. Любите взрывать в компьютерных играх? Я тоже. Я думаю, с такой вот клавиатурой будет делать это еще прикольнее. Ведь она выполнена в виде осколочной гранаты. Интересно, что будет, если вырвать чеку? А всем тем, кто любит не только запостить фото в Инстаграм, но и подарить его близким и сохранить как память или носить с собой в кошельке, посвящается этот гаджет. Портативный принтер для смартфона. Также вы сможете печатать визитки там, ну или шпаргалки. А вот это мне уже не очень нравится. Китайские умельцы создали помпу для увеличения губ. Вопрос, зачем это нужно? Я уверен, эффект будет недолгий и придется постоянно ходить и надувать свои губы. Или все делается только для одной фотографии в Инстаграм? Фанатам Звездных Войн создали еще один способ устроить холивар. Пальц Рестлинг. Набор Star Wars Лайтсейбер, в который входит несколько картонных площадок для боя, а также два световых меча. Один для джедая, а другой для ситха. Оденьте на палец и устраивайте кровопролитные битвы. Кстати, и вы переходите на темную сторону силы, то есть на мой канал, или светлую. Я уж не знаю, решите сами и напишите об этом в комментарии. На этом все. Субтитры создавал DimaTorzok